Здравствуйте, любители умных игр! Вы слышите Алексея Халецкого, и в этом видео я хочу вам рассказать о закрытом бета-тесте Гвинта, моих впечатлениях об этой игре, то бишь можно считать это обзором, а также обсудить с вами вообще коллекционные карточные игры в целом. Итак, изначально Гвинт появился в игре Ведьмак 3, был такой внутренней развлекухой, когда вам надоедало крошить монстров в капусту и флиртовать с чародейками, и очень многим эта карточная игра приглянулась, потому что и механика необычная, да и слишком хорошо она в мир Ведьмака встроилась, да так, что хочется играть еще и еще. Так что ребята из CD Projekt вполне здраво рассудили, раз народ требует, надо им это дать, параллельно денежки заработать, и создали отдельный сетевой Гвинт себе на заработок, а людям на потеху. Ну, создали, может быть, я еще это поспешил, потому что все-таки закрытый бета-тест, игра официально не вышла, причем не все в нее могут играть, хотя уже сейчас Гвинтеров онлайн много, так что приглашение на закрытый бета-тест получили немалое количество игроков. Но, тем не менее, игра постоянно правится, вносятся изменения в карты, выходят патчи, постоянно меняются стратегии, меняются колоды и так далее, и так далее. Уже сейчас в Гвинт играть приятно. Я вообще небольшой любитель коллекционных карточных игр, еще с тех времен, когда Саня Завадский приносил колоду Magic the Gathering на пары в политех, и рассказывал о том, как в него играть. Меня всегда смущало, смущает и будет смущать, что игроки находятся в неравных условиях, что у каждого из них есть разные колоды. И, в принципе, все коллекционные карточные игры, что родоначальник Magic the Gathering, что суперпопулярный Хардстоун, что вот герои сегодняшнего видео Гвинт опираются на то, чтобы у игрока была как можно более крутая колода. Но, как мне кажется, в Гвинте все-таки создатели сместили акцент с вкладывания денег в карты и колоды на то, чтобы люди все-таки побеждали собственным мастерством. Ну, давайте для тех, кто с игрой вообще, в принципе, не знаком, пару слов о механике. Три раунда и игра до двух поражений. Доска, разделенная на три пары полей для бойцов, стрелков и юнитов поддержки. Хотя их всех юнитов поддержки баллистами называют. И несколько сторон конфликта. Скайте Эли, Северное Королевство, Монстры, Скеллиги и недавно вот колоду Нильфгарда добавили. Это все разные колоды, разные карты, но плюс еще есть нейтральные карты, которые можно в любую колоду запихивать. То есть карты Скайте Эли вы не сможете запихнуть в колоду к Северным Королевствам и наоборот. У каждой фракции присутствует отличительная особенность, а также у каждой фракции есть лидеры, у которых тоже есть свои особенности. Ну, так, например, я люблю играть за Северные Королевства, вот у них способность плюс два к силе золотых карт. В колоду вы можете добавить от 25 до 40 карт. Ну, по секрету, сразу скажу, что чем меньше вы добавите, тем лучше, чтобы вы точно знали, что вам карты придут. И в начале раунда вам выдают 11 карт. Вы можете три из них поменять и с оставшимися 11 картами вы начинаете играть. В начале второго раунда вам дадут еще две карты, и если понадобится третий раунд, то бишь у игроков по одной победе, то дадут еще по одной карте. Вот, например, у фракции Нильфгарда есть замечательная способность в начале каждого раунда карты менять. Ну, не все, конечно, но какое-то количество. В общем-то, простая механика, но так как разнообразие карт большое и, самое главное, игроки не могут запихнуть все самые крутые карты в колоду, то отсюда и появляется много стратегий для игры. Люди, которые вложат много денег в гвинт, они не обязательно будут всех нагибать. Какие ограничения? Во-первых, у вас может быть в колоде только четыре золотых карты, шесть серебряных, ну, бронзовых, в принципе, сколько хотите, но, опять же, вот ограничение не меньше 25 карт в колоде, но не больше 40. При этом еще карты там делятся на легендарные, эпические, редкие, ну, здесь, конечно, можно накупить сплошных эпических карт, но как накупить? Опять же, карты не продаются, продаются только колоды, такие бустеры по пять карт, в которых рандомно вам что-то выдается, поэтому довольно много денег все-таки придется человеку вложить. Но, несмотря на то, что вы можете накупить кучу этих эпических карт, не факт, что они друг с дружкой будут хорошо работать. Вот в этом и дело. И я, вот наблюдая за закрытым бета-тестом гвинта, вижу, что CD Projekt не идет там на поводу нагибаторов. Они действительно стараются сбалансировать колоды. Просто если вы вложите деньги, то у вас хорошая колода появится быстрее, чем у других. Вот я могу сказать за себя, что я ни копейки не заплатив CD Projekt за гвинт, то есть просто набивая карты в процессе игры, вполне комфортно себя чувствую. Там вот добрался до 10 уровня в рейтинге, набрал какой же 21 уровень в игре, соотношение побед-поражений примерно 60 на 40 в процентах. И это при том, что я не играю там каждый день, не стараюсь сильно погрузиться в игру. И в принципе, если вам нравится атмосфера третьего ведьмака, то мне кажется, и вот эта карточная игра вам тоже понравится. А если вам нравится в городах быстро находить нужное вам место, то, конечно, пользуйтесь 2GIS. Справочник и каталог организации. Тем более, что в этом приложении тоже не надо покупать никакие карты. Все бесплатно на сайте 2GIS.ru под любую платформу. 2GIS, если быть точным. И вот в этом месте я хочу перейти, собственно, к размышлениям вслух о коллекционных карточных играх. Несомненно, чем-то они похожи на пошаговые стратегии. Мы по очереди кладем карты, и поэтому меня часто в комментариях там спрашивали, почему я в Хардстоун не играю, не делаю никаких видео. Ну вот, хотя бы Гвинт я вам несколько раз стримил. Кстати, отправляю к моим стримам в верхнем правом углу, ссылочка, либо в описании, посмотрите. Дело в том, что все-таки, уж извините, поклонники подобных развлечений, они несколько туповаты. Не в плане того, что они не заставляют думать. Конечно, тут и стратегии есть, и разные колоды. Это все надо составлять, продумывать. Я не в этом плане. А то, что коллекционные карточные игры заставляют игрока практически заниматься одним и тем же. Вы не можете в каждой партии создавать новую колоду и ею играть. Ну, конечно, конечно, вы можете, я не спорю, но вы будете просто проигрывать. Будете постоянно проигрывать. Надо составлять колоду, смотреть ее слабые и сильные стороны и играть постоянно только ею. Только ею набирая опыт, находя контр-стратегии против колод соперников и стараясь победить. Я не спорю, есть люди, которым именно такой стиль игры и нравится. Но здесь вот можно как раз сравнить с той же цивилизацией, с любой глобальной пошаговой стратегией, когда у вас каждая партия — это что-то новое. Как бы вы хорошо не разбирались в игре, но каждая партия, даже против компьютера, я не беру даже сетевые баталии, даже против компьютера, даже вот эта шестая, пока еще не доделанная часть, она вам будет предлагать разные ситуации. И через год, и через два, и через четыре года. И какую бы вы себе стратегию не придумали, вы не можете ее вот так вот довести до автоматизма, как в карточной коллекционной игре и постоянно ею играть. Вам приходится реагировать на изменения ситуации. И вот в этом, собственно, кайф пошаговых стратегий. А коллекционные карточные игры заставляют вас просто собрать какую-то классную колоду, по вашему мнению, и ею тупо, уж извините, фигачить партию за партией. Причем желательно каждый день, по нескольку раз. То есть, ну, в некотором смысле это такой подвид веселой фермы, если уж так откровенно говорить. Но я опять повторю, то есть, смотрите мне, чтобы в комментариях меня не обвиняли в обратном. Несомненно, карточные коллекционные игры, они заставляют соображать, думать, принимать решения, создавать стратегии. Это умные игры. Я вот в этом я не спорю абсолютно. И никого не пытаюсь переубедить в обратном. Я говорю про игровой процесс, про набор опыта, про повторение одних и тех же действий. Видимо, именно поэтому мне и не особо карточные игры приглянулись. Это вот если глобально так смотреть, вот, наверное, самая основная причина. Ну, а первая причина та, о которой я говорил в начале видео, что вы с соперником изначально в неравных условиях. У вас изначально разные карты. Но при этом я понимаю, что в подобных играх невозможно давать одинаковые колоды. Потому что иначе будут просто в интернете висеть выигрышные комбинации, да. Все будут собирать одно и то же и ими пытаться выиграть. Мне, например, в данном случае подход гремлинов намного более ближе. Потому что там все именно что в одинаковых условиях. И влияет только рандом. Но несмотря на такой дикий рандом, который есть в гремлинах, почему-то все равно побеждают те, кто в игре лучше разбирается. Те, кто ее знает досконально. Те там, кто колоды считает. Вот это, ну, понимает, как игра устроена. И там, несмотря на такое маленькое поле, да, вот на небольшое количество комбинаций карт, каждая партия все равно превращается в какое-то необычное событие. Просто я подумал, что я сравниваю, блин, гвинт с глобальными стратегиями. Может, это не совсем честно. Вот я вам сравню с гремлинами. Или с тем же Армелла, например. Где тоже есть, кстати, карты. Но карты-то, опять же, одинаковые. Вы не зависите от того, сколько вы денег за эту игру заплатили. Или какие вам колоды выпали, когда вы бочки купили и открыли ее. Да, чтобы эти игры понимать, в них надо много играть. В любую игру, там, да, любое действие ваше в современном мире требует от вас погружения и много времени, чтобы в нем разобраться. Но, по-моему, именно коллекционные карточные игры в этом плане слишком однообразны. Как всегда, жду ваше мнение в комментариях. Думаю, многие со мной не согласятся. Поэтому сразу напоминаю, что комментировать надо вежливо. Ну, а на этом все. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что засорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы засорели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры.